Они имеют уплощенную форму и только одно отверстие в кишечнике. Кровеносной системы у них нет. У плоских червей, помимо наружного и внутреннего слоя клеток, существует еще промежуточный, третий. Из него развивается мышечная ткань, половая система. Это, конечно, шаг вперед по сравнению с организацией кишечно-полосных. Скопление нервной ткани на переднем конце их тела образует мозг, которому ведут тяжи от двух примитивных глаз.